Всем привет и добро пожаловать на очередной урок подготовки к ЕГЭ по английскому языку. В этом уроке мы с вами разберем часть чтения полностью, от и до, все задания. А уже в следующем уроке, который будет совсем скоро, мы с вами поговорим о лексике и грамматике, то есть о следующей части экзаменационной работы. Итак, давайте приступим к первой части, к той самой, где нужно сопоставить заголовки и непосредственно сами абзацы, сами буковки A, B, C, D, E и так далее. Для этого нам с вами нужно будет прочитать эти самые отрывки небольшие и выделить в них главную, основную мысль, что мы с вами сейчас и сделаем довольно в хорошем темпе. Поехали. Буквка A. In the earliest days of computers, the only computer education was about computers. We and computers have come a long way since those days. Now computers have invaded every aspect of modern life. Education is no exception. Students can use word processes for writing, spreadsheets for mathematics and science, and databases for organizing information. Lately the internet has become a recognized way of getting information. Давайте мы с вами посмотрим, какие заголовки у нас вообще в принципе здесь есть. По номерам один. Studying from home. Ну то есть изучение чего-либо, обучение на дому, изучение чего-либо из дома. Второе. Personal development is important. Ну то есть личное развитие. Это очень важно. Развитие личных качеств. Это очень важно. Третий пункт. Modern tools for studying. Ну то есть modern, современные tools, инструменты для образовательных целей. Finding. Четвертое. Finding the right activity for you. Нахождение подходящего рода деятельности для вас. Пятое. Starting and living at school. Ну то есть и получение образования, и проживание в школе. Шестое. Specialized schools. Какие-то специализированные особые школы. Седьмой номер. Assessing academic progress. Assess to assess – это оценивать, ставить оценку вашему академическому прогрессу. То есть оценка вашего образовательного процесса или прогресса в данном случае. Номер 8. High-tech schools. Высокотехнологичные школы. То, что я под буквой A только что прочитал, давайте попробуем коротенечко перевести. Ну то есть в ранние дни компьютеров. The only computer education was about computers. Ну то есть образование про компьютеры было связано только с компьютером. Странно все это звучит, но ладно. We and computers have come a long way since those days. С тех пор мы с компьютерами живем и прошли довольно большую дорогу. И теперь компьютеры invaded. Они заполонили, наводнили, заполонили. Every aspect of modern life. То есть они заполнили собой каждый аспект нашей современной жизни. И образование вообще не исключение. Студенты, учащиеся, то есть могут использовать word processes for writing. Вот давайте мы с вами подчеркнем word processes for writing. Какие-то программы типа, видимо, ворды, я так понимаю, для написания текстов. Spreadsheets в данном случае какой-то технологический термин for mathematics and science. Вероятно, вы знаете, что это такое. Мне в голову сейчас не приходит, но до этой не суть важно в данном случае. And databases тоже мы с вами подчеркнем. Это базы данных for organizing information, для организации информации. И последнее. Lately, the internet has become a recognized way of getting information. В конце концов, интернет стал всеобщепризнанным средством получения информации. Таким образом, что здесь мы с вами можем выбрать в плане заголовка? У нас с вами перечисляются средства типа Word, различные технические средства для математики, базы данных, интернет. В общем, все это не что иное, как инструменты. Какие инструменты? Это современные инструменты для образовательной деятельности. Поэтому, правильно, number three is the right option here. Modern tools for studying. Третий мы с вами выбираем и идем дальше в букву КБИ. There are many advantages to distance learning. То есть, в дистанционном обучении есть очень много преимуществ. For homeschoolers, для тех, кто обучается из дома. И сразу, мне кажется, стоит подчеркнуть. For homeschoolers, для тех, кто обучается из дома. И дальше прямо даже не очень сильно хочется читать, потому что, мне кажется, можно сразу выбрать подходящий вариант ответа. Правда? Это будет... Ну, я надеюсь, что вы со мной солидарны. Это будет цифра К1. Starting from home. Ну, здесь вот еще можно найти в середине этого абзаца. To leave home. Давайте целиком предложение. In addition, many students don't have the ability to leave home. Вдобавок ко всему, не у всех есть способность, возможность, точнее, покинуть дом. Возможно, из-за каких-то семейных или деловых обязательств. Ну, и поэтому, собственно, приходится работать, заниматься из дома. Ну, в общем, это цифра 1, конечно. Starting from home. В Великобритании многие дети ходят в так называемый boarding schools. Ну, здесь надо представлять себе, что такое boarding schools. В общем, это школы, в которых и живут, и учатся, и живут, точнее. Поэтому здесь, опять же, далеко ходить не нужно. Можно, в принципе, посмотреть еще ближе к концу этого абзаца. Смотрите, последнее предложение. Ну, то есть, такие школы, типа boarding schools, они помогают детям расти в независимости. То есть, независимыми быть. Где, если ты живешь не в семье, еще можно стать независимым? Ну, видимо, здесь нужно выбрать цифру. Я надеюсь, что вы согласны со мной. Это цифра 5. Studying and living at school. То есть, это и жизнь, и обучение прямо в школе. Буквка D. Идем дальше. Considered by many to be a diamond in the rough of the Parkside area, the school boasts a curriculum that encourages technological literacy. Ключевое слово, которое здесь нам попадается, это technological literacy. То есть, технологическая грамотность. В общем, эта школа славится своим boasts. Хвалится. Славится своей технологической грамотностью. Дальше перечисляем технические термины. Лэптоп, что, собственно, означает ноутбук, да, или лэптоп, соответственно. They create multimedia, мультимедийные презентации. Дальше. E-mails. То есть, посредством электронной почты. В общем, все-все-все нас наводит. Все это нас наводит на мысль, что нам нужно с вами выбрать школу. Да не просто школу, а такую high-tech school, высокотехнологичную школу. Правильно? Потому что у нас с вами была technological literacy. У нас с вами были multimedia presentations в этой школе. Все задания там пересылаются через e-mail. И люди, учащиеся, используют только лэптопы в своем образовательном процессе. Конечно же, цифра 8. High-tech school. Буквка I. Chorus schools are educational establishments which have a special emphasis on religious choir singing. Здесь давайте сразу выделим сочетание special emphasis. Это, значит, educational establishments which have a special emphasis, образовательные учреждения, у которых специальный уклон на религиозное хоровое пение. То есть, это специальный уклон. Школа со специальным уклоном. Ничто иное, как специализированные школы. Цифра 6. Specialized schools. Идем дальше. Буквка F. For the majority of college and university students, involvement in extracurricular activities plays an essential role in the collegiate experience. Ну, то есть, для большинства колледжей, университетов и колледжей, вовлечения, ну, как бы, в дополнительную какую-то деятельность, ну, сверх нормы, сверх традиционной программы, играют очень важную роль в их университетском опыте. Students become involved in extracurricular activities not only for entertainment. Для чего они этим занимаются? Не только ради интертеймента, то есть, не только ради развлечения. Social and enjoyment purposes. Не только ради того, чтобы пообщаться и повеселиться, да. But most importantly, to gain and improve skills. И вот, собственно говоря, мы с вами это должны подчеркнуть. Extracurricular activities. И дальше. Most importantly, to gain and improve skills. Чтобы получить и развивать свои навыки какие-то. Ну, то есть, здесь мы говорим о каких-то личных качествах, которые студенты сами хотят в себе развивать, потому что думают, что это важно. Правильно? Цифра 2. Personal development is important. Окей? Ну, и буковка G в завершение. Ну, то есть, тесты подчеркнули с вами. Тесты, потом дальше еще examinations, конечно, для себя подчеркнули. Здесь идет речь о том, что экзаменационный процесс, несмотря на то, что он травматичен как для преподавателей, так же и для учащихся, тем не менее, незаменимый процесс в оценке результата. В том, чтобы оценить результат, академический прогресс, необходимы экзамена и тестирование. Естественно, это цифра 7. Таким образом, мы с вами убираем из нашего списка заголовков четвертый. Finding the right activity for you нам здесь с вами совершенно не нужен. Переходим к следующему заданию. Здесь нам с вами потребуется добить предложение. Как-то логически понять, как мы эти предложения должны продолжить. Не буду я, с вашего позволения, читать весь текст. На мой взгляд, это совершенно во многом пустая трата времени. Начнем сразу с предложения, которое с буквой A соединено. Ну, то есть, the history of San Francisco started in 1776. И дальше что-то от нас требуется. То есть, история Сан-Франциско началась в 1776 году. Что после этого хочется? Раз тут какая-то дата стоит, то дальше, ну, как мне кажется, логично было бы сказать в 1776 году, когда и что-то там такое дальше. Давайте посмотрим, есть ли у нас с вами союз, когда здесь. Итак, which, but, which, where, where, so it... Окей, конечно, в седьмом у нас есть when. When the Spanish occupy this area in the name of the king of Spain. Когда испанцы занимали эту территорию во имя короля Испании. Ну, так, собственно говоря, мы с вами и должны выбрать седьмой номер, седьмой пункт здесь. Ну, а дальше мы идем с вами к буквке B. И мне кажется, можно сразу взять предложение с буквы B, а не читать весь этот текст и не тратить наше драгоценное время, которое на экзамене вам и так, разумеется, пригодится. Now San Francisco is a little smaller than Washington, D.C. in area. Теперь же в наши дни Сан-Франциско немного меньше, чем Вашингтон по площади. Так, ну, то есть он меньше по площади. И какое-то предложение мы к этому хотим, конечно же, добавить. Но давайте посмотрим, что у нас с вами здесь есть. Иногда какой-то смысл надо все-таки искать в предложении, а не просто исходить из того, чем оно кончается, на что оно заканчивается. Это предложение. Which create a feeling of admiration? Что создает ощущение восхищения? Но вряд ли то, что он меньше, чем Вашингтон, это восхищение, правда, вызывает. С чего вдруг? But with a slightly bigger population. Но немного с большим населением. А вот это, по-моему, хорошо, кстати, да? Теперь Сан-Франциско немного меньше по размеру, чем Вашингтон по площади. Однако, немного больше по населению в плане населения. Мне нравится. Мне кажется, это подходящий вариант. Давайте мы его и возьмем, если вы не против. Так, второе. Дальше, боков Кисии. Следующее предложение идет. Сан-Франциско occupies the northern end of peninsula with the Pacific Ocean to the west and San Francisco bay to the north and east. Итак, Сан-Франциско занимает северную часть полуострова с Тихим океаном к западу и заливом Сан-Франциско к северу и востоку. Так, мы с Вами знаем, что тут есть Тихий океан с одной стороны, есть залив Сан-Франциско с двух других сторон. Может ли это нам как-то с Вами помочь? Конечно, может. Смотрите на цифру 6. So it is surrounded on three sides by water. So, таким образом, Сан-Франциско, да, it, он окружен с трех сторон водой. По-моему, это очень даже логично. Здесь вполне себе все очевидно. Дальше давайте посмотрим. Берем предложение с буквки D. The greatest attraction of San Francisco is the Golden Gate Bridge. Самое главное, достопримечательное Сан-Франциско – это золотые ворота. Мост и золотые ворота. Может быть, который? Ну, мне кажется, просто логично было бы, да, после существительного. Golden Gate Bridge. Про этот мост. Дальше, который что-нибудь там такое. Давайте посмотрим, есть ли у нас что-нибудь со словом «который». Во-первых, может быть, which creates a feeling of admiration? Ну, как вариант можно было бы, конечно, но create – глагол здесь никак не согласуется. Был бы which creates, правильно? Потому что, ну, третье лицо и низкое число. Поэтому первый здесь мы вариант убираем, он явно не подходит. А еще which есть? Ну, да, есть, смотрите, в третьем. Which has become an international recognized symbol of the city? Что означает, значит, этот самый замечательный мост, который стал символом города, который узнается, который узнаваем во всем мире. Internationally recognized, окей? Так, замечательно. Идем дальше с вами к буковке «И» и читаем предложение там. But if you are tired of museums and shops, you can go to Shakespeare Garden. Ну, если вы устали от музеев, магазинов, вы можете пойти в сад Шекспировский, сад Шекспира. Ну, опять же, вы можете пойти куда? В сад Шекспира. И, наверное, дальше хочется соединить это с союзом «где». Есть ли у нас с вами что-нибудь с союзом «где»? Давайте смотреть. Первый опять не в тему совершенно. Четвертый, пятый. Там и там где? Давайте прочитаем четвертый. Where new and different ideas can be explored. Где новые и различные идеи, мысли могут быть исследованы. В саду, да? В саду мы мысли и идеи исследованы. Что-то явно не то. А вот следующий, по-моему, очень даже хорошо подходит. Where you can find every flower and plant ever mentioned by the bard. Где вы можете найти каждый цветочек и растение, когда-либо упомянутый выдающимся бардом. Ну, в смысле Шекспиром. Ну, конечно, конечно. Это будет как раз-таки пятое. Ну, и последнее. San Francisco is a city. И что-то там такое. Можно было бы как вариант поставить первое. Но, опять же, не согласуется. Было бы... Is a city which creates. А здесь оно никак не ложится. Нельзя первое брать. А у нас с вами остался только четвертый. Поэтому мы с вами вполне благополучно его и используем здесь. Окей? Ну, и пошли дальше. Последнее задание. Самое мощное. Чтение. Большой текст. Довольно интересный. Симпатичный. По лексике довольно-таки непростой. Но, опять же, я абсолютно уверен, что даже не зная определенного количества слов в этом тексте, нужно уметь находить те самые отрывки в этом тексте, которые соответствуют вопросам. Они, как правило, вполне понятно написаны. То есть, они стараются нас напугать сложной лексикой в течение всего текста. А те отрывочки, которые нам требуются, они, как правило, написаны доступным языком. Ну, давайте попробуем прочитать вопрос номер 12. А потом уже поищем ответ на этот вопрос. That morning at the loading dock, тем утром в погрузочных доках что-то там было. Ну, давайте читать и постараемся найти, что там было в этих самых погрузочных доках. Заранее приношу свои извинения. Относительно красивого литературного перевода данного текста это совсем непросто сходу делать. Поэтому наша с вами задача просто понять в целом, о чем же здесь идет речь. Окей? So, today was a rice day. Fifty pounds hacks of white rice and trucks bearing an elephant logo. Пока про доки здесь ничего не пишут, можем пойти, в принципе, дальше. Ну, сегодня день риса, в общем, и они занимаются погрузкой, видимо, риса куда-то там. The same happy elephant appeared on the bags. Its head raised to the sky. The trunk curved like an ass. В общем, там у них был слон, правильно? Счастливый слон появлялся на сумках, на мешках, с головой задранной к небу и с хоботом в форме буквы S английской. Естественно, какой же еще? Elephant, Todd said. He said it because a laborer was staring at it intently, which meant he wasn't working. That's right, the man said. I couldn't remember the word. He was the only other human at the loading dock. Вот оно попалось, наше слово. At the loading dock this morning. И, пожалуй, что в это предложение мы с вами должны прямо, давайте, целиком подчеркнем. He was the only other human at the loading dock this morning. То есть, он был единственным другим человеком на погрузочном доке в это утро. Окей, запомнили, да? Что-то там происходило на погрузочных доках, и мы знаем, что тот был единственным вторым другим человеком в этом самом месте. А наши варианты в двенадцатом вопросе следующие. There were only robots. Там были только роботы. Понятия не имеем, были там только роботы или нет. There was only one human. Там был лишь один человек. Мы сто процентов знаем, что там было как минимум двое, правильно? И как максимум тоже. Третья. There were two people. Там было два человека. И четвертая. There were a handful of people. Там была целая горсть дословно людей. Ну, короче, там было много людей. Не, там не было их много. Там их было двое, правильно? Мне кажется, мы с вами здесь вполне себе конкретно разобрались. There were two people. Идем дальше. Тринадцатый вопрос. At lunch, Todd was thoughtful because... Во время обеда Todd был задумчив, потому что... Ну, здесь опечатка во время обеда, конечно. Ну, давайте мы с вами можем сразу перескочить кусочек. Для себя можете прочитать его, остановить видео, почитать. А мы с вами пойдем дальше. Обзац пропустим и прочитаем. At lunch, Todd thought of things he could sell. Ну, то есть, за обедом Todd думал о вещах, которые он мог бы продать. Давайте мы с вами это подчеркнем. Потому что это ключевой момент. At lunch, Todd thought of things that he could sell. Так, какие варианты у нас с вами в тринадцатом есть? He needed money for a trip. О чем он думал-то, почему он был задумчивый? Потому что ему были нужны деньги на поездку. Ну, мы с вами пока про поездку-то не знаем. А деньги ему, видимо, были нужны, потому что он собирался что-то там продавать. Да, он думал, что он может продать. Дальше. Второе. He owned a lot of valuable things. У него было много всяких там ценных вещей. Давайте прочитаем дальше. Может быть, это... Everything he owned of any value. Все, что у него было, хоть по какой-то там стоимости, более-менее удобоваримый. He could touch his grandfather's watch. Его замечательные старинные часы. His grandmother's wedding ring. Обручальное кольцо бабушки. Золотое necklace, ожерелье, принадлежащее какому-то старому забытому родственнику. Его машина тоже, кстати говоря, но про машину и речи быть не могло, потому что она ему была нужна для работы. Он встал со стула, scanned the floor below, посмотрел внимательно на пол. Роботы все еще работали. Дальше написывает эту странную красоту того, как роботы там продолжали трудиться в унисон. Так, ну, собственно, что нам подходит здесь-то? He wanted to pawn the watch, the ring and the necklace. Он хотел заложить. Про то, что он хотел заложить, ничего не говорится. He needed a new car to work. Про то, что ему была нужна новая машина для работы, тоже речи нет. Поэтому, пожалуй, раз он хотел вещи продать, наверное, ему были нужны деньги, правильно? Ну, про поездку, правда, не сказано, но деньги ему были нужны. Это подходит больше, чем что-либо в 13 номере. Давайте с вами пойдем дальше. 14 вопрос. Тодд и его жена не беспокоились, что у них не было денег на медовый месяц в Париже, потому что... Давайте мы с вами найдем раз, два, три, четвертый абзац. И мы его с вами прочитаем. Четвертый абзац нашли. Two weeks from today was Todd's 30th wedding anniversary. Ну, то есть, две недели от сегодняшнего дня, через две недели, короче говоря, у Тодда должна была быть 30-летняя годовщина свадьбы. И даже если бы ему пришлось заложить свои часы, кольцо, ожерелье, он знал, что он даже и близко не подберется к тем деньгам, которые нужны для поездки в Париж. Это то, куда Сью хотела поехать, собственно, все время, что он ее помнил. So, they didn't have the money to honeymoon there. У них не было раньше денег, чтобы туда отправиться, в Париж. But that was okay. Но это было нормально, да потому что в те времена, back then, there had been plenty of time. У них еще было впереди много-много времени. They were young, они были молоды, both healthy and working, оба были здоровые, совершенные и работящие, трудолюбивые. So, they would save a little here and there. Поэтому они вполне себе могли сэкономить и набрать денег, где-нибудь накопить, в общем, денег, да. Вот эта вот фраза. So, they would save a little here and there. Они могли накопить денег и через пару лет они бы уже гуляли возле эйферевой башни там и так далее, да. Смотрим, какие варианты у нас с вами есть. Почему же они не беспокоились в прошлом, что они не смогут провести медовый месяц в Париже. They had already been there. Они там уже бывали раньше. Да, ничего про это не сказано. They planned to go there for the following year. Они собирались поехать туда на следующий год. Ничего не знаю про это. Никто не говорит, что они собираются туда ехать на следующий год. They didn't want to go there. Они вообще туда ехать не хотели. Ну, здрасте. Они туда хотели поехать. Это здесь очевидно. They were ready to earn money for this trip. Они были готовы заработать денег на поездку. Ну, а про это мы с вами только что прочитали, да. Они были здоровы и молоды. И они были готовы накопить денег to save a little here and there, чтобы поехать в Париж в будущем. Вопрос номер 15. Почему же они до сих пор не побывали в Париже-то? Ну, давайте посмотрим следующий абзац. But then came two sons and three recessions and a second mortgage. Ну, затем появилось два сына. Произошли три рецессии. И случился второй mortgage. Это ипотека. Это закладывать что-то. В общем, финансовая проблема, очевидно, напали на эту пару. Hysteric tummy. Ну, я так понимаю, что это выдуманный термин какой-то. Hysteric tummy. Для нее, для жены. A double bypass for him. Двойное шунтирование для него. And now here he was in a year short of retirement. И теперь вот он всего лишь 9 лет до пенсии. Переглядывал за командой роботов. И отстал, как сказать, retarded man. Душевно больным человеком. Ну, в общем. В общем, почему сейчас им сложно было отправиться в Париж? Ну, проблемы, в общем, финансовые здесь, очевидно, налицо. Да, давайте посмотрим наши варианты. Tom was about to retire. Том вот-вот должен был пойти на пенсию. Да нет, у него еще было 9 лет. Это не называется вот-вот. А второе. They had more important things to spend money on. У них были вещи, на которые надо было деньги тратить. Ну, вот это вот похоже, кстати, да? Третье. Tom was always busy supervising a team of robots. Том все время был занят тем, что он приглядывал за роботами. Ну, не знаю, как вариант. Но мне кажется, про деньги это поинтереснее. И четвертое. You thought it was a silly idea. You думал, что это просто глупая затея. Да ну не, ерунда какая-то. Я думаю, что здесь должно быть, конечно же... Второе. They had had more important things to spend money on. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Ну, и последние три вопроса. Ну, то мы и так с вами уже очень-очень долго обсуждаем раздел чтения. А шестнадцатый. Many Lopes was... Ну, перебираемся с вами на правую страничку и находим абзац. Ну, вот тот, который начинается словами... He opened the filing cabinet. Насли? He opened the filing cabinet and rifled through the folders. Ну, то есть, он открыл... Ну, как называется-то? Где находятся все дела, все файлы, все папочки. В общем, открыл шкафчик с папочками и стал перебирать эти самые папки. Name Lopes Many. Имя Lopes. Зовут Many. 46 лет. Женат. In all the years he had been here, only a handful of human workers had come and gone. За все эти годы он там находился, его дело там находилось. И лишь handful, лишь несколько человек, несколько работников туда заново поступали и оттуда исчезали. All of them were handicapped in some way. Все эти люди были по-своему handicapped. Были с определенными, скажем так, люди с ограниченными возможностями in some way. Так или иначе. They came through the city welfare program and 8831 was no exception. Они все туда поступали благодаря определенной программе какой-то городской. И номер 8831 был не исключением. Вот что, собственно, для нас важно. Давайте посмотрим, кто такой Many Lopes в вопросе. Он был роботом. Он был welfare officer. В общем, соцработником. Mentally disabled. Ментально нездоровым человеком. Или он был исключением. Давайте смотреть. Все они были handicapped. И плюс к этому, handicapped, только что сказал, с ограниченными возможностями. И плюс к этому номер 8831, этот самый Lopes Many, он был no exception. Он был не исключением. То есть он тоже был человеком с ограниченными возможностями. А в 16-м единственное, что к этому подходит, это номер 3. Mentally disabled. Окей. К 17-му переходим. Todd called Many's wife because he wanted. Сейчас тот нам позвонит жене Many, и мы с вами давайте посмотрим, зачем он ей позвонит. Ну, собственно говоря, для того, чтобы узнать, зачем он ей будет звонить, нам даже не обязательно читать их диалог. Нам нужно посмотреть чуть выше и прочитать вот это вот самое предложение. In all the years he'd been here, only a handful of human workers had come and gone. Все эти годы он был здесь, и только лишь некоторые приходили и исчезали. То есть он был здесь, и, вероятно, теперь его там не стало. Правильно? Делаем мы такой глубочайший вывод из всего прочитанного. Читаем наши варианты в 17-м. Зачем же он позвонил жене? To get acquainted with her. Он хотел с ней просто-таки познакомиться. Да, ну, нет. Если диалог прочитаете, поймете, что это совсем не так. У них диалога-то, по сути, не получилось. Он ей позвонил, что-то спросил, она ему ответила, что я вообще на вас донесу. Он говорит, знаю. Потом она говорит, ну, потому что он меня любил. Не любит, а любил. Он говорит, я вас услышал. На этом их диалог закончился, поэтому, нет, не познакомиться он звонил. Второе. To know whether Manny loved her. Он хотел узнать, любил ли Manny ее или нет. Да, тоже нет. Третье. To find out what had happened to Manny. Узнать, что произошло с Manny. Похоже на правду, да? Потому что Manny, дело Manny куда-то пропало. Вероятно, что-то с ним произошло. Ну, и четвертое. Чтобы сказать жене Manny, что он был классным работником. Ну, в общем, ключевое предложение. Я уже для вас подчеркнул. Папочка Manny куда-то пропала. И, соответственно, он хотел узнать, что случилось с Manny. Так, окей. Последний вопрос. Todd was. Каким человеком был Todd? He was a sociable person, общительным человеком. Hostile person, ну, злобным человеком, таким враждебным. Thinking about the conversation with Manny's wife the whole day. Он думал о общении с Manny, с женой Manny весь день. Или же он был bad at communicating with people. Он был плох в плане общения с людьми. Давайте мы с вами посмотрим на предпоследний абзац. Потом она повесила трубку. And for the rest of the day, Todd replayed the conversation in his mind. И весь остаток дня тот проиграл в голове, собственно говоря, их разговор. Should he have lied to her? Следовало ли ему салгать ей? Придумать какую-нибудь историю про больную маму или умирающего ребенка? He wasn't good at talking, especially on the phone. Он был вовсе не хорош в общении, в особенности по телефону. People thought he wasn't friendly in her style. Люди думали, что он недружелюбный и враждебно настроенный человек. А женщина даже ему сказала, что его голос звучит, как полуманные камни, стучащие по решетке, по клетке. Окей. Ну, собственно говоря, какой человек-то он был. Да-да-да. Он был bad at communicating with people. С людьми общаться он не умел. По крайней мере, так другие люди о нем говорили. В следующем уроке, который постараюсь выложить уже завтра, мы с вами поговорим о следующей части экзаменационной работы, грамматика и лексика. Также все подробно с вами обсудим и разберем. Ну, а пока всем отличного настроения. Готовьтесь к экзамену. Ставьте лайки и дизлайки этому видео. Пишите комментарии. До новых встреч. Bye-bye. And as always, see you soon, guys. Всем привет и добро пожаловать.